Я был курсантом школы милиции, и нас направляли охранять 30-километровую зону. В 87-м году наша школа сменила Белгородскую школу, и мы приехали к нам. Да, я был возле реактора, я видел мертвые города, Припять, Славутищ, деревни Савич, Брагин. То есть я все это видел. Но на реакторе я не принимал участие, как делал Деотов Иванович, они сбрасывали график, мусор, я это видел. Я был курсантом, я хранял просто территорию от мародеров, от преступников и там, это я видел. Причем, что-то я вам хотел сказать, что нас направили туда, и мы не знали даже, по большому счету, всех посредствующих. То есть мы молодые люди были, нам, знаете, выдали две зарплаты сразу и сказали надо. А в те времена ходила такая поговорка, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Мы взяли под козырек приказ, мы шпагоны носили, и поехали. Кто его знает? Это сейчас, по прошедшему времени, я понимаю, что, может быть, если бы я не поехал под каким-то предлогом туда, хотя я об этом никогда не думал, то, может быть, я здоровен был. Потому что радиация, это вот как тайный враг, которого, если во время войны все видели его, то этот мы не видели, а он изнутри подрывает дорогу. Очень много чернобыльцев, которые со здоровьем очень плохо. Кто уже умер, кто-то совсем не мог. На сегодняшний момент на территории Смоленской области проживает порядка 10 тысяч человек в той или иной мере, которая причастна к чернобыльской катастрофе. Это и ликвидаторы, это и члены из семей, и переселенцы, ну все, около 10 тысяч. Причем, вот в эту цифру, я уже говорил, что входит порядка трех тысяч людей, которые конкретно причастны к чернобыльской катастрофе. Из них где-то около 260 человек, это инвалиды чернобыльской аварии. Полторы тысячи, это ликвидаторы 86, 87, 88 годов. Плюс около тысячи у нас переселенцы, добровольные выехавшие. Но мы еще, конечно, сюда к себе прибавляем семи палатиц, это почти 100 человек. Лица, которые принимали на объекте укрытие, других технотенок катастроф, мы о них тоже постараемся не забыть. И в дальнейшем нам, например, депутат по социальному развитию обещает помочь с помещением. Если у нас будет помещение в ближайшее время, то мы там будем принимать чернобыльцев с их вопросами, проблемами, давать советы, юридически защищать по остальным моментам. И в принципе-то я хочу сказать, что администрация Смоленской области под руководством губернатора Островского Алексея Владимировича, она о нас заботится. Оказывает помощь и выручивает все, что можно делать, в том числе и проведение мероприятий, они нам помогают. Честь и хвала.